МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Неделя города и я, Марина Романюк, вместе с другими журналистами телекомпании расскажу о главных темах. Смотрите в выпуске. А руки-то нечистые. В Рязани полицейскими задержан главврач Центра гигиены. Дым-сигарет с фенолом. Шацкие оперативники конфисковали крупную партию курева. В стилистике примитива. 60 наивных произведений искусства. В Рязани задержана главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области. Женщине вменяют сразу две части статьи 290. Это получение взятки в крупном размере. Подробности далее. На столе перед женщиной 50 с лишним купюр по 5000 рублей. Это больше четверти миллиона. И это взятка, которую получил руководитель одного из федеральных бюджетных учреждений. По данным сетевого издания ВИДСБОКУ, задержанная главврач Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области Елена Паненкова. Возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям. Получение должностным лицом взяток в крупном и особо крупном размере. По данным следствия, в период сентября 2019 года по декабрь 2022 года обвиняемая лично либо через посредников получила от подчиненного взятки в виде денег в общей сумме почти 16 миллионов рублей за общее покровительство и упустительство по служебной деятельности, а также за принятие входящих в ее служебные полномочия решений о начислении им повышенного размера премий за счет средств, от приносящей доход деятельности. В СМИ появилась версия, что главврач больше трех лет облагала подчиненных поборами. Функционал Центра гигиены и эпидемиологии понятен. Его сотрудники проводят анализы и исследования, на основании которых свои заключения выдаст Роспотребнадзор. Тут и проверка производителей и продавцов пищевых продуктов, выдача медкнижек, ревизии аптек, общепита, учебных центров и так далее. Центр также занимается санитарно-защитными зонами. Это важный вопрос во многих земельных спорах. А значит, очень даже коррупционный. Поэтому и появилось в СМИ предположение, что взятки, которые давали сотрудники своему шефу, обычная дележка прибыли. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств. В конце прошлого года в Центре гигиены и эпидемиологии Рязанской области уже проходили оперативные мероприятия. В настоящий момент уголовное дело возбуждено следователями первого отдела по расследованию особо важных дел. По материалам оперативно-розыскной деятельности УЭП и ПК УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области, максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Подозреваемую отправили в СИЗО на два месяца. Табачная продукция в России дорожает. Отчасти из-за этого на рынок все чаще попадает контрафакт. В Шацке оперативники накрыли крупную партию немаркированных сигарет, которыми, к тому же, торговали из-под полы. И таких пачек без спецмаркировки оперативники насчитали аж 18 тысяч. А нашли их в подсобке одного из продуктовых магазинов города Шацка. Туда силовики нагрянули в ходе оперативно-профилактических мероприятий. Сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России Шацкий удалось выяснить, что сигареты продавали по невысоким ценам и выбрали самые ходовые марки. Названия известные, а вот качество, по словам полицейских, сомнительное. В сумме насчитали на 2 миллиона 95 тысяч. Следователям следственного отдела межмуниципального отдела МВД России Шацкий в отношении 36-летнего частного предпринимателя возбуждено уголовное дело о приобретении и хранении в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, совершенных в особо крупном размере. Партию, естественно, конфисковали. И по решению суда ее, скорее всего, уничтожат. А вот предпринимателю за торговлю нелегальным табаком грозит до 6 лет лишения свободы. Аварийный дом на Грибоедово необходимо сносить. Судя по всему, других вариантов в принципе не существует. А людям нужны меры поддержки и конкретика, где жить дальше. Об этом на правительстве заявил губернатор Павел Малков. Кроме того, отдельной темой стала подготовка к открытию рязанского онкодиспансера. Подробности далее. Судьба жителей многострадального за последнее время дома по проезду Грибоедова стала темой номер один заседания областного правительства. Какие меры поддержки уже оказаны людям, где они будут жить и что вообще делать дальше. Об этом Павел Малков поинтересовался у главы Рязанской администрации Елены Сорокиной. Она озвучила свой план. История самого дома завершена. В настоящее время все коммунальные ресурсы отключены от дома. После прохождения необходимых процедур будут готовиться документы на снос дома. В рамках программы расселения аварийных домов жильцы этого дома будут переселены. Но здесь есть очередность. Есть дома в городе, которые признаны аварийными раньше, чем дом по проезду Грибоедова 16-Б. Я попрошу вас совместно с Министерством строительства отдельно мне доложить по очередности, по аварийному жилью, по программе расселения, сколько у нас сейчас людей в очереди, какие дома, какие планы, какие сроки предполагаются и так далее. Посмотрим, что со всем этим можно сделать. И прошу подготовить предложение по поддержке людей, которые остались, по сути, без своего жилья. Семьям тоже надо поднимать. Нужно определиться, как дальше жить, на что они могут рассчитывать. Конечно, нельзя людей оставить наедине с этой проблемой. Открытие нового лечебного корпуса онкодиспансера тоже на особом контроле. 12 отделений, 250 коек. По словам Павла Малкова, это отделение должно вывести медицину Рязанской области на принципиально иной уровень. Если, конечно, зарубежное оборудование поспеет. Мы ожидаем поставку оборудования еще по 31 контракту. Работа с поставщиками выстроена. В общем-то, понимание, когда это придет, есть. В настоящее время вторым треком мы осуществляем уже прием тех работ, которые выполнены. Подрядчик устраняет недостатки, поэтому здесь тоже. По третьему треку мы готовим документы, которые необходимы для проведения лицензирования, соответственно, диспансера на проведение медицинской деятельности. Отдельно губернатор коснулся темы перерасчета стоимости услуг за тепло жителям Конищева. Напомню, не так давно случился инцидент, когда после прорыва магистрали теплосетей несколько домов оставались с холодными трубами. И было обещано, что в платежках это будет отражено. Тем, кто меньше всего испытывал дискомфорт, по словам Елены Сорокиной, квитанции уже откорректировали. Тем же, кто ждал тепло дольше, перерасчитывают прямо сейчас. Закончат к 20 февраля. Очень оригинально встречают приближение тепла жителя дома номер 134-56 по улице Ленинского Комсомола. Ручьями многоэтажка буквально окружена. Вот только это совсем не те весенние ручьи. Потоки идут из канализации и выгребной ямы. Кроме того, здесь регулярно затапливают подвал. А управляющая компания, по словам жильцов, просьбу помочь игнорирует. То, что они оставляют все фекалии в подвале, и эти фекалии на весь дом расходятся запахом, остаются вот здесь вот залежами, а вода стекает по ростверку дома и создает проблемы для его основания, потому что свайное поле подмывается таким образом. Это неправильно. Им об этом говорили. Заливает, как говорит Виктор, регулярно. И неприятный запах – это только полбеды. Вот вода, стекающая по перекрытиям, уже проблема. А управляющая компания, говорит Виктор, реагирует неправильно. Мол, можно после залития насосами слить воду в канализацию, а все отходы жизнедеятельности убрать через имеющийся проем. А заниматься этим коммунальщики, по словам жильцов, не спешат. Стоит свая. На свае ростверк. Этих свай по всему дому множество. Вот тут свайное поле. И получается, что вот когда наливается туда, отсюда вода сочится и выбивает, вымывает песок и грунт. Вот это вот вымыто, это вымыто канализациями. Почему канализация течет – вопрос отдельный. Есть тут, кстати, и вина самих жильцов. Постоянно находили и женские средства гигиены, и полотенца, в общем, смывают все подряд. Жильцы эти вопросы решают между собой. Проблема в другом, говорят, что после залития никто воду, мол, не откачивает. Но своих проблем дому, видимо, было мало. Поэтому соседям добавили еще. С дома 68 по улице 12-я линия выкачивают выгребную яму, протягивают шланг между забором вот этого дома и между сараем. И вся вода, не вода, вернее, а фекалии с выгребной ямы текут через детскую площадку дома 134-56 по Ленинского комсомола и дальше вытекают к нам на парковочное место. Коричневыми ручьями дом уже фактически окружен. Но если с жалобой на соседей обратились в администрацию, то управляющую компанию пока, что называется, отметили карандашом. Регулярно звонят, спрашивают о ситуации. Попытка же нашей съемочной группы дозвониться до коммунальных кураторов этого дома по улице Ленинского комсомола закончилась ничем. После обеда инженера уже на месте нет. А больше разъяснить ситуацию, видимо, и некому. Валерий Седов, Дмитрий Фимов, телекомпания «Город». По итогам прошлого года в консолидированный бюджет России из Рязанской области поступило 117 миллиардов 252 миллиона рублей. Это на треть больше, чем годом ранее. Такие цифры озвучил на итоговой коллегии руководитель регионального УФНС Вячеслав Морозов. Основным акцентом в работе ведомства стало пресечение уклонения от уплаты налогов. Весь прошлый год, несмотря на беспрецедентные пакеты западных санкций, никаких потрясений для налоговой службы не случилось. Более того, в Рязанской области она темпы только наращивала. По динамике наполнения бюджетов всех уровней, 2022-й был одним из самых результативных. И вовсе не удивительно, что общий манифест Федеральной налоговой службы, закрепляющий принципы работы всех подразделений, был подписан весной прошлого года именно в Рязани. Цифры здесь очень бодрые. По итогам года, без учета акцизов на нефтепродукты, в консидентный бюджет Российской Федерации поступило 117,252,000,000 рублей, что на 30,106,000,000 рублей или на 34,5% больше показателей 2021 года. Следует отметить, что по нашему региону темп роста поступления в отношении прошлого года выше Российской Федерации на 16,8%. Впрочем, были в докладе Вячеслава Морозова и другие цифры. До 25 миллиардов, например, выросла общая налоговая задолженность в регионе. С одной стороны, это настораживает, но с другой расширяет потенциал работы налоговой службы. Ну, то есть, резервы есть. В целом же, показатели прошлого года дают почву для сдержанного оптимизма. Ваша работа дает нам возможность развивать регион, говорил губернатор Павел Малков. Сегодня приоритетное значение играет помощь тем, кто защищает Родину. И в целом работа, связанная с проведением специальной военной операции, с интеграцией, с восстановлением новых регионов, это наша общая задача абсолютно каждого жителя страны. Сейчас практически все услуги налоговой службы переведены в электронные форматы. Об этом говорит весь бизнес абсолютно. Но сегодня налоговая служба, безусловный, лидер в этом вопросе. И это очень удобно для людей. Вот за активную работу в этом направлении отдельная большая благодарность. По фактам уклонения от уплаты налога в прошлом году Рязанскую УФМС работала акцентированно. В этом такая активность станет только выше. А вот количество выездных проверок ведомство сократит. Если, конечно, не будет вопиющих случаев, на которые необходимо реагировать оперативно. 18 февраля рязанскому отряду СОБР исполняется 30 лет. За это время бойцы провели сотни операций. Правда, о многих из них рассказать в подробностях можно будет еще очень нескоро. По понятным причинам. Наша съемочная группа побывала на тренировочном полигоне СОБРовцев. И воочию убедилась, как растет мастерство этих спецов. Задержание не больше минуты. Отработка группы молниеносная. Машину заблокировали с двух сторон. Злоумышленника вытащили из авто, положили на землю. Пауза. Отряд СОБР работу над упражнением закончил. Небольшой разбор ошибок и по новой. Чтобы было до автоматизма. После новый этап. А это уже работа щитовой группы. Выглядит она далеко не так впечатляюще, как в кино. Бойцы работают намного осторожнее. Если здесь, в учебном центре, ошибку допустить еще можно, то в боевых условиях ее цена слишком высока. Поэтому каждый угол, каждую комнату досматривают особенно тщательно, не торопясь. Неоправданному геройству здесь места нет. СОБР – это не как в Штатах, там, герой-одиночка. Это работа коллективная. Без коллективной работы и взаимовыручки успеха в проведении операции быть не может. Василий – ветеран отряда. Сейчас, говорит, бойцам можно даже позавидовать. Спектр тренировочных упражнений на базе все шире. Еще 30 лет назад об этом можно было только мечтать. В наше время такого не было. Мы сами изыскивали объекты и самолеты, освобождали заложников. И железнодорожные вагоны искали сами. У нас такого не было. Нам было, конечно, сложнее. Сейчас ребятам попроще. То есть они отрабатывают здесь все и применяют на практике. В этом году Рязанский СОБР отмечает юбилей. Ровно 30 лет назад, 18 февраля 1993 года, и было сформировано подразделение. А уже год спустя рязанские СОБРовцы выполняли задачи в горячих точках Северо-Кавказского региона. Я считаю, что у нас подразделение довольно-таки на высоком уровне находится. Мы мало чем уступаем подразделениями из других регионов и аналогичных служб. Можно сказать, что я вполне горд тем, что служу в данном именно подразделении. И мои слова поддержат все мои сорокники. За три десятка лет больше сотен командировок. В разы больше выполненных задач. Менялись вооружения, состав отряда, тренировочные точки. Не меняется только задача – борьба с терроризмом, на которую сегодня сделан особый упор. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. При поддержке компании «Зеленый сад» на фасаде дома по улице Телевизионная, 11, появилась памятная табличка к герою России Алексею Курганову. Трагически погибшему в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня в доме по-прежнему проживает его семья, которую «Зеленый сад» решил взять под опеку. Герой России, гвардии капитана Алексей Курганов, пал смертью храбрых в марте прошлого года во время проведения спецоперации на Украине. Командир разведывательной роты Рязанского парашютно-десантного полка прикрывал отход своих подчиненных захваченными документами исключительной важности. Те, кто с ним служил, сегодня говорят об Алексее только в превосходных тонах. Гвардии капитан Курганов Алексей Сергеевич был не только настоящим офицером, он был и настоящим мужчиной. Он жил ярко, служил ярко и ушел героически. Для меня была большая честь служить под его командой, быть своеобразным его учеником на становлении офицерской стези. Придя в полк, именно Алексей Сергеевич Курганов был моим первым и, по сути, единственным командиром. Сегодня эта табличка на фасаде дома по улице Телевизионная в память о нем. Кстати, сохранение памяти о своем героическом соседе и жителе многоэтажки поддержали единогласно. Я хочу поблагодарить всех жителей дома, потому что это не просто установить доску на школе там или как-то здесь. Именно все сплотились, все жители дома, чтобы подписать это обращение, исполнить тот порядок, который должен быть, в эпидемическую комиссию для установления мемориальной доски. Троекратный салют, цветы и слова поддержки супруги Алексея Курганова. В день открытия мемориальной таблички добрым словом героя поминали многие. А вот компания «Зеленый сад» пошла дальше. Ее поддержка оказалась самой результативной и конкретной. Есть государственная поддержка, но мы решили, чтобы семья героя, проживая в нашем доме, полностью была обеспечена всеми условиями, которые необходимы не только для проживания самой семьи, но и для детей. В данном случае все коммунальные платежи и по содержанию мы будем компенсировать данную семью нашего героя. Гвардии капитан Алексей Курганов – гордость вооруженных сил России. Был, есть, таким и останется. Не только для жителей этого жилого комплекса, но и для всех рязанцев. Акция «Письма добра солдату» была организована при поддержке Молодежного совета по Рязанской области. Специалисты отделения социального фода по Рязанской области приняли участие в акции «Письмо добра солдату» в рамках регионального сбора «Все для победы». Каждое письмо начинается с обращения «Дорогой солдат». Все слова с большой буквы. Это письмо на фронт ребятам, которые находятся в зоне СВО. И каждая строка тут от чистого сердца. Я пожелал ребятам выполнить поставленную перед ними боевую задачу и благополучно вернуться домой как можно скорее. Стартовала акция «Письмо добра солдату» еще в прошлом году. Тогда же произошла самая резонансная история. Боец из Забайкалья постоянно носил при себе письмо, которое в рамках акции ему написал четвероклассник. И однажды обнаружил, что конверта при себе нет. Прямо во время боя он вернулся обратно, чтобы проверить, не обронил ли где письмо. И буквально в этот момент, в то самое место, где он стоял минуту назад, прилетел снаряд. Я видела несколько видео, записанные самими военнослужащими с передовой, где эти мужественные бойцы, которые, по сути, ничего не боятся, испытывают невероятные эмоции. Они плачут, читая эти детские послания. Как они украшают свои блиндажи и землянки рисунками детскими. Что они носят эти треугольнички в нагрудном кармане, рядом сердце. И рассказывают о том, что эти теплые-теплые письма греют их. Юлия Чеснокова решила организовать сбор писем в Рязанском отделении. И сотрудники с радостью откликнулись. В акции приняли участие не только специалисты отделения социального фонда, но их дети, внуки, даже друзья и знакомые. Общими усилиями собрали около двух десятков писем и красочных рисунков с пожеланиями. Сейчас несколько сотен тысяч отправились на фронт. И получается, что несколько миллионов их здесь ждут. И я хотела бы, чтобы все эти люди знали, что не они одни ждут, что мы ждем вместе с ними. И что мы вместе с ними верим в их возвращение. И пусть эта наша общая вера передается на фронт и помогает победить и вернуться. Неизвестно, в какую часть попадут эти письма. Неизвестно, из какого региона будет боец, который прочтет эти строки, написанные здесь, в Рязани. Но это и не важно, говорят сотрудники. Это ведь такие же мужья и отцы, которые получат самые добрые слова. 60 произведений от 13 авторов, очень яркого и востребованного в современности направления живописи. Наивное искусство. Его представители зачастую не имеют художественного образования. Но особое мировосприятие делает эти произведения очень дорогостоящими и обсуждаемыми. Это их группа, новые петербургские художники. Они уже имеют большой резонанс в современном искусстве. Несмотря на то, что их жизнедеятельность очень ограничена. Они живут в специализированном интернате. Смелость в выборе художественных средств, постоянное экспериментирование, упрощенное использование формальных принципов живописи. Замена тональной и цветовой проработки более схематичными приемами. В поисках новых изобразительных форм художники часто обращаются к стилистике примитива, вдохновляясь его детской простотой в передаче «Впечатление о жизни». Наивное искусство – это сказка, это песня. Оно настолько сродни народному искусству вообще, какому-то фольклорному. И приближается как раз вот эта тема раскрытия чего-то светлого, ожидания радостного. Стремление найти свою экологическую нишу, уйти от окружающего мира, от его сложности, тягот. Отсутствие холста эти авторы легко заменяют куском ДВП, картоном или тканью. Известная во всем мире представительница направления, Катя Медведева, например, может использовать готовый пододеяльник или отрез ситцев горошек. А Василий Шевченко рисует на арголите с обеих сторон. Рязанская публика уже знакома с этими авторами. Выставки обоих бывали в этих залах. Но работы многих известных современных художников, представленных на выставке, например, Юрия Шерова или Павла Леонова, посетители увидят в нашем городе впервые. Я впервые приехала в ваш замечательный город и чрезвычайно рада тому обстоятельству, что появилась эта замечательная возможность предоставить для экспонирования уникальные работы знаковых художников и художников более молодого поколения в этом прекраснейшем пространстве музея, в прекрасном пространстве города. В экспозиции работы из частных коллекций, среди них и произведения молодых художников, воспитанников психоневрологических интернатов. На этой экспозиции можно познакомиться с наивным искусством современности, разнородным направлением, которое объединяет творчество талантливых мастеров-самоучек, признанное во всем мире. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова